Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Телеканал ПС начинает прямую трансляцию торжественного богослужения, посвященного величайшему христианскому празднику – Вход Господень в Иерусалим. Главное для Архангельской области богослужение в этот день совершит митрополит Архангельский и Холмогурский Даниил. Богослужение пройдет в Свято-Илинском кафедральном соборе нашего областного центра. В прямом эфире вместе с вами следить за священнодействием и комментировать его буду я, священник Валерий Суворов, настоятель Храма Воскресения Христова города Северодвинска. Сегодняшний день в церковном календаре посвящен воспоминанию торжественного входа Господня в Иерусалим. Входа, когда Господь вошел для страданий и крестной смерти. Воспоминаемое событие описано у всех четырех евангелистов. У Матфея в 21 главе Евангелия, у Марка в 11 главе, у Луки в 19 главе и у евангелиста Иоанна Богослова в 12 главе. Этот праздник называется также неделей Ваей. Вае, то есть ветвь. Иначе этот праздник называется цветоносной неделей, а также Вербным Воскресением. Вербное Воскресение усвоено этому празднику в связи с традицией освящать в этот день пальмовые ветви, которые у нас обычно заменяются ветвами вербы. В древности начало праздника восходит к первым векам христианства. Уже древнейшие упоминания о празднике датируются третьим веком и принадлежат святому Мефодию, епископу Потарскому или Тирскому. Святой Мефодий оставил поучение в этот день. В четвертом веке праздник совершался торжественно, как об этом свидетельствует святой Епифаний Кипрский. Многие святых отцов четвертого века оставили свои поучения на праздник входа Господня в Иерусалим. А начиная с седьмого века многими песнопевцами был прославлен вход Господень в Иерусалим. Это святой Андрей Критский в седьмом веке, Косьма Маюмский, Иоанн Дамаскин в восьмом веке, Федор Иосиф Студиты в восьмом-девятом веках, епископ Феофан, патриарх Никифор в девятом веке, а также император Лев Философ. Песнопение этого праздника и сегодня исполняется во всех храмах Православной Церкви. Праздник входа Господня в Иерусалим принадлежит к двенадцати важнейшим православным праздникам. Мы видим, что в Свято-Илинском кафедральном соборе началось богослужение. В храм торжественно вошел митрополит Архангельский Холмогорский Даниил, окружаемый сонмом священников, он был торжественно встречен, прошел в центральную часть храма и сейчас совершает входные молитвы. Молитвы которой полагается читать всякому священнику и епископу перед Божественной Литургией. Песнопение этого праздника и сегодня исполняется во всех храмах Православной Церкви. Песнопение этого праздника и сегодня исполняется во всех храмах Православной Церкви. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Сейчас мы видим, как митрополит Архангельский Холмогорский Данил совершает облачение, то есть одевает священные одежды. Помогают митрополиту и подиаконы, низший, младший чин церковного служения. На подрясник, на нижнюю облачение, на нижнюю одежду черного цвета был одет белый подсакосник, изображающий первое священное облачение, стихарь. Сейчас на владыку возложили и Петрахиль, символ, положенный на священника и архипастыря благодати Божией. На руки владыки одевают поручи, правую и левую. На каждое облачение читается особая молитва. Например, на опоруч читается молитва из псалма пророка Давида. «Десница твоя, Господи, прославилась крепостью, десная твоя рука сокрушил враги, и множеством славы твоя стерл яси супостаты». Облачение есть важный момент, приготовительный для совершения литургии, напоминание для священнослужителя и для каждого верующего о том, что священник, совершающий божественную литургию, а особенно архиерей, является свидетелем той благодати, которую имеет вся Церковь для совершения литургии. Проще говоря, Господь, оставивший благодать совершать божественную литургию, являет ее через своих поставленных для этого людей, епископов и лениреев. Владыки облачили палец, символизирующий духовный меч, Слово Божие, ибо Словом Божиим можно отразить все козни лукавого, по словам апостола. Сверху одевается сакас, который является очень древней одеждой, которую некогда носили византийские императоры. Мы видим с вами, что богослужение проходит в Иллинском соборе, который необычно выглядит сейчас. Дело в том, что в храме идет масштабная реконструкция, реставрация. Храм украшается к празднику Пасхи, реставрируются его фрески, иконостас, и сейчас богослужение совершается в момент еще незаконченного ремонта, реконструкции. Мы видим, как Владыки облачили амафор, широкую длинную ленту, символизирующую овцу заблудшую, погибшую, которую добрый пастырь, находя, полагает себе на плечи и несет, чтобы избавить от гибели. Возлагается на митрополита крест и панагию. Это святыни, символизирующие о великой святости креста Господня и чистоте сердца, которое дается верующему по молитвам Пресвятой Богородицы. Всесвятая по ноге возлагается, а на голову полагается митра, головной убор, свидетельствующий, являющий собой венец Христов, который в Царстве Небесном просиял и стал для каждого христианина, для каждого верующего символом спасения. Господу помолимся, да, когда просветится свет твой предчеловеки, я, когда видят добрые дела твои и прославят отца нашего, и же есть на небесе всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Божественная Литургия Субтитры создавал DimaTorzok Божественная Литургия Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Звучит первый антифон праздника. Только что мы видели, как владыки совершили обряд омовения рук В это время лик исполняет стихи из 114-го псалма пророка Давида. «Я возрадовался, что услышит Господь глаз моления моего, ибо склонил Он ухо свое ко мне, и во все дни мои буду его призывать. Охватили меня муки смертные, беды адские постигли меня. Скорбь и муку я встретил, и имя Господне призвал. По молитвам, Богородица, Спаситель, спаси нас!» Так можно перевести слова первого цифона. «Слышь, Господи, спаси по небу и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью!» «Воскреси, Господи, 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 Господи!» «Святою, Пречистою, Превлагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Пресна, Деву Марию, Со всеми святыми, помянувшими санкциями друг друга, И без животных, Кресту Богу предади!» «Воскреси, Господи!» Звучит второй антифон праздника. В данном случае он включает молитвы и стихи из 115-го псалма пророка Давида. Антифон. Антифонное пение известно еще с времен античных трагедий. В христианском богослужении оно появляется достаточно рано. Византийский церковный историк Сократ Схоластик говорит о том, что в антиохийской церкви такое пение ввел святой Игнатий Богоносец. На Западе антифонное пение вошло в богослужение при святом Амросии Медиаланском в IV веке. В Константинополе его вводит святитель Иоанн Златоуст. Антифоны могли возникнуть и от крестных ходов, которые сопровождали начало божественной литургии. Верующие проходили с иконами, с хорубами, по улицам города, и весь мир, хочет он того или нет, должен каким-то образом соучаствовать в этом благочестивом действии. Крестные ходы – это свидетельство силы и полноты церкви. Они совершались в канун божественной литургии. Крестные ходы – это свидетельство силы и полноты церкви. Крестные ходы – это свидетельство силы и полноты церкви. Только что мы видели прекрасно украшенную икону Спасителя. Именно ему посвящено только что прозвучавшее песнопение «Единородный сыне» и «Слове Божий». Это песнопение выражает догмат, непреложную истину церкви о Боге в Троице. И догмат о вочеловечении, о Рождестве и принятии на себя человеческой природы, которую совершил Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос и является единосущным Отцу и Святому Духу. Об этом единосущие православные верующие постоянно подтверждают, совершая простое крестное знамение, складывая персты. Он подтвердил указательный, безымянный и большой палец по свидетельствам о единосущей Святой Троице. А два пальца, склоненные к ладони, говорят о двух естествах Господа Иисуса Христа. Вот интересно, что песнопение «Единородный сын» сочинил византийский император. Его имя – Юстиниан I, жил он в V-VI веках и был причислен к лику святых за свое благочестие. Мы видим, что в Свято-Иринском соборе начинается совершение малого входа с Евангелия. Старший священник, духовник епархии претерий Владимир Кузев вместе с протодиаконом у престола молятся, принимают благословение у митрополита и износят Евангелие с престола на середину храма. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжается совершение малого входа. Только что прозвучал входной стих, а перед ним дьякон возгласил «премудрость, прости». Что означают эти слова? Слово «премудрость» предупреждает всех молящихся о глубоком содержании следующего пения и чтения, а именно входного стиха. А слово «прости» означает «стойте прямо». Это слово призывает к особому вниманию и благоговению. Звучит. Придите, поклонимся и припадем к Христу. Спаси, ны, Сыне Божий, восседанная жеребя, поющая Ти. Спаси, ны, Сыне Божий, восседанная жеребя, поющая Ти. Спаси, ны, Сыне Божий, восседанная жеребя, поющая Ти. ПЕСНЯ 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 Завершился малый вход, прозвучало три святоя, и теперь исполняются главные песнопения праздник – тропарь и кондак. Тропарь можно на русский язык перевести так – «В общем воскресенье, прежде твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвигал ты Лазаря, Христе Божий. Потому и мы, как дети, держа символы победы, тебе, победителю смерти, воззовем, ассанна вышних, благословен грядущий во имя Господне». Символы победы в этом тропаре именуются ваи – ветви из финиковых деревьев. Для нас это веточки вербы, которые верующие православные христиане приносят в этот день в храм, свидетельствуя о том, что и мы являемся свидетелями победы Христа, воскресенья Его, которое совершается в сердцах верующих людей, любящих Господа. Кадак праздника можно перевести следующим образом. «На престоле, восседая на небесах, шествуя по земле на осленке, Христе Божий, принял ты хвалу от ангелов и прославление от детей, восклицавших тебе, благословен ты, идущий призвать к себе Адама». «Господи, спаси благочестив я!» 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 И святый бессмертный помилуй вас. Ты издрись в небесе, Боже, и вишь, И посети виноград сей, и утверди, И Его же насади, и сниться Твоя. Малый вход завершается пением Трисвятого. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Историю происхождения этой молитвы мы находим в Священном Писании и Священном Предании. Прежде всего, она связана с видением пророка Исаии, к которому явился Господь в образе старца, сидящий на высоком престоле. Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо Свое, а двумя закрывал ноги Свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили, Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Читаем мы в книге пророка Исаии, в шестой главе, во втором и третьем стихах. Увидев Бога Исаия, возопил, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И Духови Твоему, История, возопил, горе мне, ибо я, 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 Звучит Прокимин, предваряющий чтение Священного Писания, Апостола и Евангелия. Слова Прокимина «Благословен грядущий во имя Господне, Бог Господь, и Он явился нам. Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо во век милости Бог». Эти стихи взяты из 117-го Псалма пророка Давида. Песня «Благословен грядущий во имя Господне, ибо Гереку радуйтесь, Протность ваша разумна, да будет всем человеком, Господь близ. Не о чем же присадись, но во всем молитвой и молением, С отблагодарением прожение ваше досказуется к Богу. И мир Божий превосходяй вся кум, да соблюдет сердца ваше и разумение ваше. О Христе Иисусе, о чей же, братья мои, Велика суть истина, велика честна, велика праведна, Велика пресчиста, велика прелюбезна, велика доброквальна, Ощекая добродетейте и ощекая похвора, Сия помышляйте, им же и ночи нести, и приясти, И слышасти, и видясти во мне, Сия творите, и Богу мира будет с вами. И духовику ему, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прозвучал отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам. Сейчас мы видим, как из святого алтаря Евангелие выносится в центральную часть храма на возвышенное место, которое называется Амвон, положится на Аналой, для того, чтобы прочитать праздничный отрывок из Евангелия от Иоанна, 41-е зачар. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова ПИНАМИ Таксилия БожИ 돼요. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Благовестителя, Святого Славного, Апостола и Благовестителя, Иоанна Богослова. Бог молитвами, Святого Славного, Всехвальн, Благовестителя, Иоанна Богослова, Задатки Богу, Благовестующему силою водою, По исполнении Евангелия Возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христова. Аминь. Ревудость прости, услышимся нам, Евангелие, Иераксея. От Иоанна, Святого Евангелия, Чтенье. Слава тебе, Господи, слава тебе. Слава тебе, Господи, слава тебе. Слава тебе, Господи, слава тебе. ПЕСНЯ 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 Почему не продали это миро за 300 динариев и не дали нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор и, имея денежный ящик, брал то, что туда опускали. Сказал тогда Иисус, оставь ее. Нужно было, чтобы сберегла она мира на день погребения моего. Ибо нищих вы всегда имеете с собою, меня же не всегда имеете. Узнало тогда много народа из иудеев, что он там, и пришли не ради Иисуса только, но чтобы и Лазаря увидеть, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же решили убить и Лазаря, потому что многие из иудеев ради него приходили и веровали в Иисуса. На другой день много народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу ему и восклицали. «Асанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Иисус же, найдя осленка, сел на него, как написано. «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Этого ученики его не поняли сперва, но когда был прославлен Иисус, тогда они вспомнили, что это было о нем написано, и это сделали ему. Свидетельствовал же народ, который был с ним, когда он воззвал Лазаря из гробницы и воздвиг его из мертвых. Потому и вышел народ к нему навстречу, что услышали, что он сотворил это знамение. Так повествовал о событии Входа Господня в Иерусалим святой евангелист Иоанн Богослов. Михаил Курсов, «Святый Город» Иисус, «Святой Город» Иисус, «Святый Город» «Святый Город» Иисус, «Святый Город» Утолит правокалития, охранит обижающие земли, И женная кровь и непловно ласкащая капиталь, Плачущую в теже, раздеретная сону пти. Не оставить надо стоять кровь не в стоять, Возвольте несущих умальнися, О, скорое поверение, вещество завы, Остаченностье стало мучить, И в тему познанию враги, Ни в церкви то есть, ни вверх взглядом не опадах, Да едини сердце, да едини в сердце, да едини в сердце, И прославим тебя, Господа и святки, И в вашем мое великое веком. Аминь. Помолимся отношений, Господи, В вернее отношениях помолимся, Да Господь помилуй ты, Огласи ты словом истины, Только что устами владыки митрополита Прозвучала молитва о мире на Украине. Этими словами молится вся церковь, Прося Господа умереть, Ожесточение вражду от сродних своих В земле украинской. Продолжается божественная литургия, Завершается ее первая часть литургии оглашенных Особой иктиньей, прошением, Которая так и называется, Иктинья об оглашенных. До революции оглашенных не было. Их просто не могло быть, А сейчас они опять есть в каждом храме. Это те люди, которые готовятся к принятию Таинства Святого Крещения. Те люди, которых Церковь просвещает, Наставляет до совершения Крещения Принять истинную веру во Христа, Понять заповеди, догматы Церкви И со всей решимостью От всего сердца, Всего разума И всей своей души, Выражая веру во Христа, Принять это величайшее Таинство. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Звучит Херувимская песнь. В переводе отца Павла Флоренского Херувимскую песнь можно изобразить, перевести так. Мы, таинственно изображающих Херувимов и припевающие тресвятую песнь, творящей жизнь Троицы, оставим сейчас всякую житейскую думу, чтобы поднять царя всех невидимо копьеносимого чинами ангелов. Какие загадочные слова поются за литургией. Кто может слушать их без трепета, вдумайтесь, мы таинственно изображаем Херувимов. Не подобным ли изображается подобное, а мы изображаем Херувимов, писал отец Павел Флоренский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во время пения Херувимской песни совершается великий вход. Царь славы, Христос, идет на крест. Потому что великий вход – это шествие Спасителя на Голгофу. Царь, Бо Царствующих и Господь Господствующих, приходит, заклатися и датися вснять верным, Говорится в литургии Василия Великого. Дьякон совершает кождение алтаря, собравшись в храме, читая 50-й покаянный псалом. Перед пением Херувимской в сослужении священника, в служении священника отверзаются царские врата, Читается особая покаянная молитва, в которой священник просит и говорит самому себе «Никто же достоин от связавшихся плотскими похотьми приходить или приближаться, или служить Тебе, Царю славы». Священники, присутствующие в алтаре, и спрашивают прощения у всех сослужащих и прихожан, Кадят, стоящую на жертвеннике проскомидию, и под пение Херувимской песнь выйдут на солью. Солья – это возвышение у иконостаса. Священнослужители будут нести чаши с вином, Который предстоит стать кровью Христовой, И дискос с хлебом, который должен сделаться телом Христовым. На Великом Входе совершается особенное поминовение одновременно всей Церкви, Потому что как Господь Вседержитель несет весь мир на своих руках, Так и священнослужители, Выходящие из алтаря и входящий в алтарь, Несут на своих руках приношения, хлеб и вино, Как образ мира, Церкви и всей Вселенной, За которую приносится жертва Христова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Едина родного и же отца рожденного, иди в землю, Светла от светла Бога, истина от Бога, истина, Органда, истина от Версии, Едина родного и же отца рожденная, Поздравляем и же отца рожденного, истина, истина, Иисуса Христа, Сына Божия, истина, 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 Песня. 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 Началась важнейшая часть Божественной Литургии, Литургии Верных — Анафора. Это древнегреческое слово в данном случае можно перевести как «возношение». «Станем добре, станем со страхом, воним, святое возношение в мире приноситель» прозвучало устами диакона. «Милость мира, жертву хваления», — отвечают все молящиеся и хор. То есть будем возносить бескровную жертву, святую Евхаристию, которая является великой милостью Божией, дарованной нам вследствие нашего примирения мира с Господом и состоящую из благодарного прославления, хваления Бога. В этот момент наши сердца должны быть устремлены ввысь, как возносящийся к небу огонь. Анафора — древнейшая часть христианской литургии. Во время анафоры происходит приложение хлеба и вина в тело и кровь Христовой. Анафора — древнейшая часть христианской литургии. 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 Песня «Святая часть христианской литургии» Слава Богу! 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 Благодатное сошествие Духа Святого не может обойти нас. Не только заранее приготовленный хлеб и вино, но все мы, участвующие в литургии, в данный момент Евхаристия. Слава Богу! 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 «Будь Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь». О чем этот возглас? Этот возглас говорит о том, что совершенное Таинство Евхаристии, это святыня, тело и кровь Христовы, определяется для причащения всем верующим, всем находящимся в храме, освященным верой во Христа, святым, то есть православным христианам. Православные христиане, слыша эти слова, со смирением отвечают, «Един Свят, Един Господь, нет никого святого, кроме самого Господа Иисуса Христа, пришедшего во имя Господня». Начинается причащение святых тайн духовенством, и миряне, находящиеся в храме, готовятся к Таинству Святого Причащения. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, напоминаю всем вам, что сейчас телеканал ПС ведет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь входа Господня в Иерусалим или Вербного Воскресения. Богослужения, главное богослужение нашей области, возглавляемое митрополитом Архангельским и Холмогорским Данилом, проходит в Свято-Елинском Кафедральном Соборе. Праздничные богослужения начались не сегодня с утра. По традиции, они начинаются с вечера. Вчера вечером совершалось богослужение всеночное бдение, в котором события праздника уже вспоминались в полной силе и торжестве. Вчера же вечером совершалось освящение верб. Люди сегодня и вчера приходили в храм и принесли веточки вербы, как и в древности, приносили в праздник входа Господня в Иерусалим, видящие пришествие Господа в Иерусалим, его вхождение, финиковые пальмовые ветви. События праздника очень глубоко, духовно насыщены. Пока идет причащение духовенства и идет подготовка милиан, я прочитаю русский перевод некоторых православных стихир, молитв, которые читались и пелись вчера за богослужением. В этих молитвах в глубине и в полноте раскрывается событие праздника. Вот как звучала первая стихира на Господе в Озвах, на вечерней. «В сей день благодать Святого Духа нас собрала, и все мы, взяв крест Твой, Господи, возглашаем, благословен грядущий во имя Господне, ассанна вышних». Эту стихиру написал преподобный Иоанн Дамаскин. А вот стихира, написанная святым Андреем Иерусалимским. «Имеющий престолом небо и подножием землю Слово Бога Отца и Сын Его столь же вечный, Ты в сей день воссел смиренно на бессловесном молодом осле, в Вифанию придя. Потому дети еврейские, ветви держа в руках, восхваляли Тебя восклицанием, ассанна вышних, благословен грядущий Царь Израилев». А вот другая стихира, Андрея Пира. «Станем и мы, весь Новый Израиль, Церковь, призванных из всех народов, Взывать в сей день вместе с пророком Захарией «Безмерно радуйся, дочь Сиона, Провозглашай дочь Иерусалима, Ибо вот Царь Твой приходит к Тебе, Кроткий и спасающий, Воссевший на молодом осле, сыни подъеремны, Празднуй подобно детям, Держа ветви в руках, Возноси ему хвалу, Ассанна вышних, Благословен грядущий Царь Израилев». Праздник Вербного Воскресения богат многими историческими традициями. Известно, что в древности монахи на Святой Пост, на Святую Четыридесятницу уходили в пустыню. И уже после поста, в Цветоносную Неделю, на Вербное Воскресение, в праздник Входа Господня Иерусалим собирались перед вратами монастыря и несли к монастырю сплетенные из ветвей кресты, воспевая благодать Святого Духа, снова собравшую всех вместе. Слово «Ассанна» по-еврейски «Хашеанна» означает «спасай нас», но со временем это слово стало возгласом хвалы. Поэтому восклицание «Ассанна» в вышних можно перевести и как «спаси нас», и также как «хвала Тебе, живущему на небесах». Это действие отражено в первой стихире на Господе Возваха, которое мы с вами только что сказали. «Мы шествуем за Христом, несем крест Господень, мы с Господом». У греков неделевай особый праздник. В некоторых городах, например, в Киркире он проходит с парадами и даже оркестрами после литургии. За оркестром с мощами святителя Спиридона шествует дыховенство и весь народ. Что же касается России, у нас с 17 века известен обряд шествия на осляте. Его совершали в вербное воскресенье, вспоминая, как Христос въехал в врата Иерусалима на осленке накануне событий Страстной Седмицы. Вот так кротко и смиренно Спаситель появился в столице Израиля. Люди встречали его царскими почестями, устилали путь паровыми ветвями, бросали свои одежды под копыта ослика. В середине 17 столетия во время патриаршества Никона и царствования Алексея Михайловича обряд шествия на осляте совершался особенно торжественно и пышно. Шествие начиналось от Царской площади у собора Василия Блаженного. Там патриарх и царь облачались в богато украшенные одежды. Затем на лобном месте православному народу раздавали вербы, иногда даже пальмовые ветви, которые привозили специально из Персии. Потом, как сообщают письменные источники, царь спешивался, брал в руки красный повод и вел лошадь, на которой сидел сам патриарх. И так они шли в Кремль. Впереди ехала повозка, запряженная лошадьми, в расшитых попонах, на ней стояли увешанные цветами и плодами искусственные деревья, а на ветвях деревьев сидели дети в костюмах ангелов. Впереди царя шли стольники, а окружали его бояре, окольничьи и думные дворяне. Сидящий на лошади патриарх осенял народ крестом, следом за ним шествовали священники. Когда процессия приближалась к Спасским вратам Кремля, по всей Москве начинал звучать колокольный звон. Этот обычай был упразднен в период правления Петра I. Император посчитал для себя унизительным вести лошадь, на которой сидит патриарх. Мы видим, что в Свято-Илинском кафедральном соборе продолжается причащение священнослужителей в алтаре и подготовка мирян к Таинству Святого Причащения. Чтец неспешно, благодовейно читает молитвы перед Святым Причащением. Праздник Входа Господня в Иерусалим завершает время сорокадневного Великого Поста и открывает время Страстной Седмицы, то есть Страстной Недели. Страстная Седмица это уже не Четыридесятница и даже не Великий Пост это отдельное время. Можно сказать так, Четыридесятница первые сорок дней это время, когда мы идем навстречу к Богу, а Страстная Седмица это время, когда Господь идет навстречу нам. Мы видим, что в храме на Амбон в центральную возвышенную часть вынесена чаша с телом и кровью Христа. Причастники, повторяйте за мною молитвы ко святому пресвечению. Веруй, Господи, и споведуй, яку ты исти воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший мир грешное спасти, от них же первое смазь. Ищи веру, яку сей самое причистое тело Твое, и сей самая чистая кровь Твоя, молюсь, всю бы Тебе помилуй мя и прости ме при решении мая, вольная и невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И с подоби мя неосужденно причаститеся при чистых Твоих таях, во оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, дней, Сыне Божий, причастникам мя прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лапзанье Тедам, як у Иуда, но як у разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царствие Твоем, да не в суд или во осуждение будет не причащение, при чистых Твоих таинств, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Напоминаю, кто не был на исповеди, что либо пил, кушал в этот день, тот не должен подходить к чашек. У нас три чаши, отцы и братья, разместитесь поудобнее. Началось причащение святых христовых тайн. митрополит Даниил вместе с духовенством преподает каждому подходящему и готовившемуся к причастию на лжице, на ложечки тела и кровь Христа. Те, кто желает причаститься святых христовых тайн, по канонам и традициям церкви совершают особую подготовку к таинству причащения. Она различна для взрослых и детей, для здоровых и болящих, для людей, имеющих возможность соблюдать пост и не имеющие его возможности. Однако, причащение святых тайн является необходимейшим условием, важной самой жизнью церкви. Жизнь в церкви есть жизнь в таинстве причащения. Если взрослый здоровый человек захочет причаститься святых христовых тайн, ему нужно пройти особый подготовительный период. Начать его можно, если он совершается в первый раз, со встречи со священником, поговорить с батюшкой, рассказать ему об обстоятельствах своей жизни и попросить определить себе правила подготовки к причащению. Как правило, оно состоит в соблюдении самое мало это физического поста, чтение молитв, которые располагают душу и сердце человека, настраивают на покаяние, исправление, соединение со Христом. Эта подготовка включает молитвенное правило, обязательную исповедь перед этим таинством. Затем непосредственно если человек получает благословение священника причащаться с 12 часов ночи дня причащения человек ничего не ест и не пьет. Но здесь есть исключения для детей и людей, тяжело болеющих хроническими заболеваниями, например, такими, как сахарный терапет. Приходя в храм, желающий причаститься должен подойти к началу богослужения и не только утреннего богослужения, но и вечернего богослужения, чтобы все молитвы праздника он мог услышать, чтобы он мог подготовить себя к принятию дара Христова. Зачем? Затем, подходя к чаше, на ложечке, священник ему придает тело и кровь Христовы, причащающийся, соединяется с самим Христом, к причастию призывали людей и апостолы, и святители, и мужи апостольские. И сейчас Церковь свидетельствует во всеуслышании о необходимости регулярного причащения святых Христовых тайн. Ибо это Таинство делает нас живыми о Христе, обновляет благодатью Святого Духа наше падшее грехом человеческое естество, помогает нам шествовать на пути ко встрече со Христом. Заканчивается Таинство Святого Пречащения. А я хотел бы обратить ваше внимание на период, который последует после сегодняшнего праздника Страстная Седмица. Страстная неделя это последняя неделя перед Пасхой. В Православной Церкви это самая важная неделя всего года. Она посвящена последним дням земной жизни Христа, его страданиям, воспоминаниям о распятии, крестной смерти и погребении. Страстная Седмица это уже не великий пост, хотя пост в эти дни соблюдается особенно стройно. В первые три дня Страстной Седмицы Церковь подготавливает верующих к сердечному соучастию в крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник Церковь вспоминает Ветхозаветного Патриарха Иосифа Прекрасного из зависти проданного братьями Египет, прообразовавшего страдания Спасителя. Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния. В понедельник Страстной Седмицы совершаются молитвы на начало мироварения, которые совершает патриарх Московский и всея Руси. Великий вторник Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма. Воспоминанию притчи Христа о десяти девах посвящен второй день Страстной Седмицы. В Великую Среду вспоминается жена-грешница, омывшая стезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя. В Великую Среду на литургии прежде священных даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с поклонами. На вечерней службе совершается Таинство Исповедь. В этот день все стараются исповедоваться, чтобы затем в четверг в день установления Таинства Евхаристии причаститься Святых Христовых Таин. Именно в четверг вспоминается Тайная Вечеря, в которой Господь установил Таинство Причащения. В патриаршем соборе в четверг совершается чин умовения ног, в котором сам патриарх символизируя самого Христа умывшего ноги ученикам, умывает ноги священникам, находящимся со служащим патриарху. День Великой Пятницы посвящен воспоминанию осуждения на смерть и крестных страданий Христа Спасителя. Обычно в этот день в храмах выносится святая плащаница, совершаются крестные ходы, продолжительные богослужения, символизирующие воспоминания погребения Спасителя. И, наконец, в Великую Субботу совершается вечерня и Литургия Василия Великого, в которой вспоминается пророчество о воскресении Христа. Положение Христа во гроб, схождение Христа во ад. В субботу по традиции совершается освящение пасхальных приношений пасах, куличей, яиц, и уже в ночь с субботы на воскресенье ровно в 12.00 звучит пасхальный восклос, свидетельствующий о встрече в начале праздника Пасхи. Богослужение в пасхальную ночь начинается раньше 12 часов. За полчаса или за час в разных храмах по-разному предваряет богослужение чтение книги Деяний Святых Апостолов. Поэтому приглашаю всех вас, дорогие братья и сестры, обязательно в Дни Страстной Седмицы стать участниками богослужения. А Божественная Литургия в Свято-Илийском Кафедральном Соборе постихонечку приближается к завершению. Сейчас прозвучит отпуск, который символизирует праздник входа Господня в Иерусалим. Соборяй Господин Господин на вас в этом благодати человека любви всегда ныне и присоединяй веки веков. Аминь! Слава Твою святую святую Духу и ныне присоединяй веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Высок приосвящен ничего да попала! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Этот праздник был установлен, совершен этот ход Господень в Иерусалим более двух тысяч лет назад. Это единственный торжественный ход Господа в истории Евангелия. И вот Господь входит в Иерусалим, как об этом пророчествовал пророк Захария в Ветхом Завете, и входит он царь, как его считал народ. Этот царь входит не на белом коне, как все цари входили, а берет осника и на осники въезжает в этот город. Толпа ликует, радости нет предела. Наконец-то приходит царь. Если приходит царь настоящий, то значит конец нашим мучениям, которые происходят от римлян, захвативших Иерусалим. Они окрестности земли обетованы, и каждый радуется. Восточная радость они особенно. Люди кидают одежду вверх, постилают ее при дороге, срывают пальмовые ветви, и также ими приветствуют и устилают путь Христа. Что может быть лучше? Весь Иерусалим, как мы читаем, у всех евангелистов описание этого события. И вот все жители Иерусалима выходят на эту встречу за город, приветствуют своего царя. Единственное, царь не радуется, а царь в этот момент плачет и говорит удивительные слова, которые мы слышим в Евангелии. Он говорит, дети мои, чады, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает своих птенцов, но вы не захотели. Все оставляются, ваш дом пуст. Какое замечательное сравнение, сравнение любви. Как птица собирает своих птенцов, с какой любовью, так Господь хотел изменить людей, но они этого не захотели. У людей была радость. Радость от чего? Чему радуется народ? Тому, что дела им поправятся. Материальная жизнь станет лучше. Что этот избранный народ будет господствовать над всеми народами мира. И мы с вами сегодня, на протяжении всего этого времени, сохраняя верность нашему Господу, тоже радуемся. Но наша радость отличается от радости народа того. Потому что те хотели земного царства и земного благополучия. А Господь плакал, он узнал, что через несколько дней эта толпа, когда узнает, что не освободить Христос жители Иерусалима и всю страну от власти римлян, они разочаруются и затем будут на узканное первосвящение, когда кричат за площади, распни ему, не хотим, не знаем другого царя, кроме Кесля. На площади там им станет любимый римский царь. А затем снова мы знаем историю, когда возмутится народ против этого царя, потому что эти слова лицемерные. Не любят они римского царя и попробуют изменить ситуацию. И мы знаем о том, что произошло в 70-м году. Птиц обложил Иерусалим. Начался голод. Люди ели своих детей. Убили множество. Кровь текла рекой. Иерусалим был уничтожен. Иерусалимский храм то же самое. За то, что не приняли своего Господа. Вот в странице истории, братья и сестры, мы радуемся сегодня другому, что Господь пришел в этот мир. И Он освободил нас. Избавил от смерти. От смерти, которая называется это разлучение. Потому что смерть это разлучение души и тела. Вот это называется смерть человеческая. Когда душа покидает тело. Разрыв между душой и телом называется у нас смерть. Это одна смерть. А есть другая, самая страшная. Это тоже разрыв. Только не души и тела. А разрыв. Между человеком и Богом. И вот Господь приходит на эту землю, чтобы уничтожить вот эту смерть, разрыва человека с Богом. Можно привести такой пример. Водолаз, который спускается на дно океанское. А у него шланг, который идет наверх. И он видит вот эти кораллы. Кто был в Египте, тот помнит незабываемое зрелище, впечатление, когда ты с маской, с трубкой ныряешь. И видишь эту красоту Божьего мира. И вот представим себе, со шлангом, который выходит наверх, спускается водолаз. Он только хочет насладиться вот этой красотой. А тут дергают за веревку. Давай поднимайся. И он не может оторваться от этого впечатления. Достает нож и обрезает шланг. Для того, чтобы продлить вот эти секунды, эти пребывания на дне красивого моря. Продлить можно. А дальше потом начинается страшная судорога, нехватка воздуха. Если человек не поднимется наверх, он погибнет. Вот так же и каждый из нас. Если не поднимется туда, к Богу, где есть спасительный воздух, под названием благодать Божия, каждый человек погибнет. Вот наша радость сегодня, что Господь пришел и спас всех нас. Принес нам спасительный воздух, который не просто насытил наши легкие, но этот воздух, когда мы каемся, эта благодать, она уничтожает грех, смрад, сажа, воду. Мы все с вами понимаем, что такое воздух пропитан вонью, потому что у нас есть ЦБК. И мы каждый здесь заложник этой ситуации. И приезжают к нам гости и берутся за голову, как вы здесь живете. А мы говорим, мы привыкли. И нам вроде бы ничего. Вот так грешник привыкает к грехам. Он живет в лавозе. И ему кажется, что и запах вроде бы ничего, и можно жить. Грех всегда это зловоние, это проклятие, это смерть. Именно смерть пошла в человеческий род через грех. И мы с вами сегодня одержим эти ветви вместо пальмовых, вербовых, знак победы Христа над смертью. А так как смерть от греха, ой, и над грехом. И каждый из нас пусть унесет в сегодняшние ветви пропитанные благодатью Духа Святаго в свои жилища. И осветит эти жилища этими вербами. И пусть они будут нам напоминанием о той силе, которую Господь даровал нашему из нас. Это величайшее оружие, благодать Божия. Но человек отказывается от этого оружия, от этого лекарства. И остается в своей навозной куче. Остается в грехе, от него идет смрак. А люди вокруг, такие же грешники, говорят, нормально, не пахнет, хорошо. И только со стороны, когда приходит человек, он говорит, ужас, как вы здесь живете в таком городе. А мы живем, подкрепляемые только благодатью Духа Святаго. Я хотел бы еще раз поздравить всех вас, пожелать, чтобы вот эту последнюю седмицу Великого Поста мы с вами провели достойно. По-христиански, борясь с грехом, это значит борясь со смертью. Чтобы чистой душой, неисточающей запах ЦБК, мы с вами встретили Господа. Господа, светлое дно Христового Воскресения. Аминь. Спасибо. А сейчас, граждане из нас, под ними ветви, я освещу их и хочу еще напомнить, братья и сестры, что ремонт в храме закончился, что теперь службы будут завершаться здесь, как и в прошлые времена. Приходите в этот спасительный грамм, поднимите свои веру. Отвечаю нам верующие благодать и святаго. Мы видим, как митрополит Архангельский Холмогорский Даниил по окончании праздничного богослужения совершает освящение верб, вай, символ сегодняшнего праздника, входа Господня в Иерусалим. Словами проповеди заканчиваются богослужения, заканчивается и наша прямая трансляция. Разрешите вновь поздравить всех вас с праздником, пожелать благодатного, благотворного течения наступающей Страстной Седмицы и радостной встречи Светлого Христового Воскресения. Хочется выразить слова благодарности всем сотрудникам, техникам, операторам телеканала ПС за проведение сегодняшней прямой трансляции богослужения. А мне, священнику Валерию Суворову, остается поблагодарить всех вас за внимание, попрощаться с вами, до новой встречи. Хорони вас Господь! Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok